Добрый день! Здравствуйте! И эко-менеджмент органические системы управления. Консультирует государственные и частные организации Беларуси и России по вопросам управления. Отец шестерых детей. В этих терминах мы позднее разберемся более подробно. Разъясним для начала, почему вас не зарегистрировали кандидатом в президенты. Поясните, пожалуйста. У нас в начале 2000-х годов была внесена поправка в Конституцию, статья 80-я, о том, что нужно родиться на территории Республики Беларусь. И Республики Беларусь нет еще 35 лет. Поэтому у нас нет в принципе по закону человека, который может зарегистрироваться, если так прямо добуквенно смотреть по законодательству. Ну, учитывая то, что я родился в семье беларуса военнослужащего, который был в служебной командировке в тот момент, и он привез меня с собой, поэтому посчиталось, что я не по рождению, то есть я не отсюда. Ну, я на этот вопрос, я всегда говорю так, а если бы я родился в самолете, я бы был инопланетянином, получается, то есть, ну, вот так. Поэтому есть такой казус юридической коллизии. Я надеюсь, что вот сейчас с реформой это все разрешится. Значит, вы расстроились несколько. Вы знаете, конечно, огорчаешься, потому что ведь вы представьте, что это же не массовый, это штучный товар, когда ты решаешься и когда тебе предлагают общественные структуры выдвинуться к кандидатам. Это очень серьезное решение, во-первых, личное, потому что из определенного режима жизни, спокойного, размеренного, ты переходишь совершенно в другое измерение. И это смена вообще внутреннее представления о том, кто ты, что ты собираешься делать, какую ответственность ты на себя хочешь взять. И люди, которые на тебя обращают внимание, которые тебя поддерживают, а это были тысячи людей, они, конечно же, тоже, ну, скажем так, испытали вот такую вот горечь. И мне очень писали много, очень много звонили, поэтому это было неприятно тогда, да. Я слышала, что действительно готовится такая поправка о том, что люди, которые прожили больше 30 лет в Беларуси, могут все-таки избираться, потому что вы родились в Томске и прожили там, ну, до 11 класса, ну, до окончания школы. Я был несовершеннолетним, когда я приехал, я был еще несовершеннолетним. Спасибо. А если это исправят, то скажут, под Иванова исправили. Вы знаете, вообще, на самом деле, у нас миллионы людей, которые родились не здесь, у нас в том числе на высоких позициях в чиновнике работают тоже многие, которые не родом исключительно отсюда, но они честно служат республике. Поэтому я считаю, что главным показателем должен быть потенциал человека, его чувство родины, где он сейчас живет, его способность всей служить. Вот это самый главный критерий, а не то, где он родился. Но вы сибиряк все-таки, да? Ну, родился, естественно, я в Сибири, вырос в Сибири, среди снегов, вот, я человек в этом смысле северный. Но эта ментальность для меня, для меня и Беларусь север, у нас тоже один урожай в году. И у нас тоже те же самые, в общем-то, критерии, признаки, которые характеризуют исконного белоруса, скажем так, да? Мы те же самые люди, на мой взгляд. Ничего нас особо не различает. Давайте обсудим актуальную повестку. Депутаты Нижней Палаты парламента в первом чтении, а затем и сенаторы, одобрили введение единого дня голосования. Так что, скорее всего, и местные, и парламентские выборы будут совмещены. Как вы к этому относитесь, зачем это нужно? Ну, вот здесь написано, кстати, видите, что события в последнее время доказали, что, то есть, ну, в общем, нам будут диктовать различные угрозы, различные принуждения. Это уже такая политика коллективного Запада. Кстати, коллективный Запад не народ тех стран, которые относятся к нам по-доброму, да, а именно та управленческая элита, ее нужно идентифицировать как врагов. То есть, коллективный Запад – это враг, который умышленно причиняет нам вред. Надо вот это четко, чтобы это проходило всеми красными линиями. Мы должны понимать, что сейчас мы на войне. Поэтому я считаю, что это решение – это, прежде всего, вопросы безопасности государственности. Всегда выборы – это очень сильный экспоненциальный всплеск всевозможных трений, пробуждения спящих, борьба внутренних сил, внешнего давления и так далее. Поэтому нужно сводить это все в один конкретный период и на нем очень четко отрабатывать, чтобы обезопасить государственность от слома, не дай бог. А есть такое мнение политологов, что коллективный Запад – это миф, у них тоже нет единства. И мы тоже разбирали тут неоднократно с нашими гостями, что о ком мы говорим, кого представлять. Вы знаете, ну давайте так, Британия, которая на сегодняшний момент, по сути дела, кукловодит огромным количеством проектов и процессов, которые, по сути дела, направлены на расчеловечивание, в том числе и нас, вот я и говорю, что Республики Беларусь. Андрей Аркадьевич, смотрите, мне кажется, что мы немножко путаем, в том числе, как и наши гости многие говорили, коллективный Запад и капитал, который существует не только на Западе, но и в России, да, это там определенные, и в Украине олигархические силы. Вот именно эти силы управляют вот этими процессами, а коллективный Запад, как вот, ну, как некая ось зла, вот почему вы считаете, что она именно существует? Смотрите, центр и периферия, то есть в любой системе управления существует центр, где принимаются решения и где, в общем-то, стратегия прокладывается. И существует периферия, то, что вы сказали, во всех странах присутствуют представители, это периферия, которая является приводным ремнем реализации, вырабатываемых в центре стратегий. А почему я говорю о коллективном Западе? Потому что, к сожалению, у нас сегодня не преподается понимание того, что на планете укрупненно три региональных цивилизации. Укрупненно мы и северная цивилизация, русско-славянский мир, как в основе в ядре, да, и окраина. Это все единая цивилизация. У нее свои признаки, о них можно отдельно говорить. Есть восточная цивилизация, она короническая, буддистская, и есть западная, коллективная, вот евроамериканская мы ее называем. Вот это вот коллективный Запад. Там есть свои шерханы и свои табаки. Ну, а есть же еще какие-то невидимые цифровые олигархи, которых опасается сейчас государственная система управления. Это технологии. Вы их не рассматриваете как врага, какой зла? Нет, нет, нет. Это просто, смотрите, это средство, которое стало возможным, исходя из технологической эволюции. То есть вот та цифровизация, которая сегодня проходит, и которую сегодня, значит, очень много, кстати, страха нагнали на цифровизацию. Я просто даже удивлен. Слушайте, ну, когда манипулируют вашими данными и подсовывают вам товары, это тоже, ну, как бы уже не совсем с точки зрения удобства можно рассматривать. Опять же, здесь вопрос того, кто закладывает нравственную меру контроля, потому что за цифрой стоит всегда человек. Но самое, что самое важное, что не обсуждается в инфополе по поводу цифровизации, как отцифровать чувство совести или чувство меры? Ну, никак, понимаете? То есть цифровизация, как технология, может быть только в помощь высоконравственному обществу, но никак не наоборот. Она не может стать руководящим звеном. Поэтому, если сегодня ее протаскивают кукловоды, которые стремятся поработить и создать электронный концлагерь, то против этого действительно нужно бороться, и это угроза. Я понимаю, что политики, это, ну, создает иллюзию выбора, да, на Западе. То есть это может быть сегодня один, другой, но вот мы говорим расчеловечивание, расчеловечивание, но мы, говоря, коллективный Запад, тоже расчеловечиваем кого-то. То есть лицо коллективного Запада – это кто? Вот смотрите, значит, давайте-то скажем о признаках, да, прежде чем сказать о лице. Что такое вообще западное мировоззрение, да, то есть чем оно отличается, скажем, от нашего, от русско-славянского, да? Вот в чем разница? Обычно, вот я простой вопрос даю, встречный. Запад, он рассматривает окружающий мир как агрессивный, то есть опасный. Против него нужно что? Защищаться. Вот возьмите любой фильм Голливуда. Зачем прилетают инопланетяне на Землю? Ну, по сюжету. Захватить, поработить, там, значит, и так далее. То есть против этого нужно бороться. Восток – это царство духа. Это главное, что ты научился входить в гармонию с окружающим миром, скажем так, чувствовать себя хорошо, и в этом уже как бы счастье человеческое. А чем мы отличаемся от них? Мы отличаемся тем, что мы окружающий мир видим как добрый. У нас опережающее добротолюбие в принятии всех решений. И в этом смысле наша наивность, которую мы испытали, я считаю, в начале 90-х, когда было предложено нам войти, как говорится, в фарватер западной цивилизации, вечная дружба на века, как бы, что мы получили в итоге? Мы получили то, что сегодня происходит агрессия в отношении нас. И НАТО к нам близко, и нас бьют им информационную и психологическую сферу. Еще одна новость. Посол Беларуси Владимир Симашко заявил, что к Новому году мы объединяем полностью рынки с Россией по нефти, нефтепродуктам, газу, электроэнергию, транспорту, унифицируем законодательство, сельскохозяйственную политику. В общем, все ближе и ближе интеграция, всеми мильными шагами движется к чему? К тому, что граница полностью стирается? Просто хочу понять, грань между интеграцией и уж, простите меня, это слово поглощением, она есть? Вообще, обожаю вопрос про поглощение. Вот скажите, пожалуйста, мы часть целого. Вот я почему начали мы? Хорошо, спасибо вам за вопрос про цивилизацию оригинальную. Мы часть цивилизации. Какой смысл у части, взятой отдельно? Ну вот рука или нога, оторванная от тела, какой в ней смысл? Никакого. То есть надо понимать, что смысл может быть только в целом, когда мы созидаем общее, работаем на общее, и тогда действительно есть обмен, существует, ну скажем так, внутреннее перетекание потенциалов, и все мы вместе вырастаем. Вот в чем смысл целого. Поэтому говорить о поглощении, ну это, ну вот, даже давайте так, возьмем простое слово суверенитета, о котором часто говорят. Что такое суверенитет? Это первое, это военно-политический зонтик, который вы можете применить в любой ситуации. Все самые совершенные, включая перспективные виды вооружений, все виды воздействий, то есть горячая агрессия, если не дай бог, против вашей страны, вы способны отбить на раз. Способно ли малое заменить мощь военно-политического зонтика целым? Да нет, мы в сентябре прошлого года в этом убедились. Часть никогда не может обеспечить суверенность без целого. Вот надо это понять. Вторая составляющая. Ваша экономика должна быть способна выдерживать любую конкуренцию. То есть вы должны работать на самом передовом технологическом укладе, плюс перспективные разработки. Значит, вот, кстати, объединяем научную и промышленную политику, насколько я так понимаю. Да, да, научную и промышленную. То есть вот это очень важно. Мы соединяем потенциал. Я вижу, какая колоссальная энергия, какой набор идей, какая борьба идей, вы понимаете, от нее нельзя абстрагироваться. Абстрагируемся, это как руку оторвали. Я вас понимаю, но согласитесь, что слово «поглощение», оно так или иначе бродит, бродит, бродит. А теперь давайте подумаем, кому это выгодно. Давайте. Это выгодно тем, кто хочет разделить единую цивилизацию. Нам не нужно бояться слова «поглощение», нам нужно думать, как выстроить единую наднациональную систему управления, и как выработать главные смыслы, которые станут новой идеей. Вот что мы должны думать, что мы должны искать. Я послушала вас о том, что они так с подозрением, западная цивилизация ко всему относится, а мы открыты. У нас доброта нас опережает. Опережающая, опережающая. Ну, послушайте, ну мне кажется, что вот приезжаешь там в западную страну, там все люди открыты, улыбаются. То есть как это на практике видно? Это в политике вы имеете в виду? А здесь, мне кажется, в Беларуси, ну не такие уж прям душа нараспашку, чтобы бросаться каждому добро творить. Нет. Наоборот, осторожность, может быть, предотвратила страшные последствия вот того, что с нами происходило в последнем месяце. Я думаю, что мы, конечно же, накопили определенный иммунитет за последние 30 лет, потому что нас окунули вообще, скажем так, в смыслы жизни и в координаты развития, которые нам не свойственны. Что касается улыбчивости на Западе, это одноосновное общество, кстати, по Данилевскому тоже это одноосновное. То есть если ты родился внизу, там четкая стратификация, вот ты родился внизу, ты внизу там и ковыряешься, как говорится, как и в США, вообще страты не смешиваются. То есть ты снизу, тебе пробиться, это надо было определенными психическими особенностями и определенными, скажем так, очень серьезным напором. И, наверное, должно на роду, как говорится, быть написано, что ты в конце концов пролезешь наверх. Но на самом деле у тебя есть своя вилка, свой коридор, по которому ты живешь, и ты с него никуда не можешь. Но это называется традицией, это то, что они и чтят, и берегут. Это не чтят, это социальная конструкция, толпа элитарная социальная конструкция. Перемены – это плохо, они убеждены, ну так, мне кажется. Допустим, если я сидел в лавке, мой сын должен в лавке сидеть, обувь точать, и мой внук тоже. И поэтому, вот, Виктория, скажу вам, поэтому они сегодня являются местом, которое согласилось с тем экспериментом, который над ними делают. Ну, то есть три туалета в школах уже все это знают, это в Европе. Люди, которые пострадали от этого, есть люди, которые, конечно же, ну, как бы получили бонусы. Они вырвались из деревень, они получили образование. Мы сейчас говорим о советской ментальности, у нас немножко сейчас же другая ситуация, все-таки, согласитесь. Традали в чем, Виктория? Ну, например, есть до сих пор люди, которые сочувствуют Западу, это мы не будем скрывать, что у нас есть такие люди, которые смотрят на Польшу, там, и на Литву. Сочувствуют в каком смысле эти мишки? Сочувствуют, что они хотели бы не в Советском Союзе жить. А, это все, что здесь происходит, это совок. Но есть же такие у нас люди. Смотрите, для того, чтобы наша цивилизация жила, северная, да, мы цивилизация мерой. То есть мы определяем меру взаимодействия и гармоничного сотворчества всех цивилизаций. Поэтому у нас в нашем обществе, северном, в любом случае будут и представители западной цивилизации, и представители восточной. И они нам необходимы для триолога. Вот с чего мы начинали эфир. Три человека за круглым столом, да, и разговор по кругу. Мы рождаем решение, которое иерархически выше, чем то, с которыми мы сюда пришли. Ну, вот в этом я с вами соглашусь, что мы готовы к триологу и, в общем-то, придерживались его последние годы, как мне кажется. Но вас называют в СМИ адептом русского мира. Это что означает? Я не знаю, кто, во-первых, что, как сказать, что вкладывается в определение и является ли это отрицательной характеристикой. Нет, нет, это уточнение. Что это такое, на ваш взгляд? На мой взгляд, это человек, который понимает, что у нас есть цивилизационная общность от Бреста до Камчатки. И мы победили вместе, будучи единым отечеством, единым народом. Я напоминаю всем, мы вот как раз прошли недавно скорбную дату, 80 лет начала Великой Отечественной войны. И мои деды погибли. Один мой дед вообще лежит в Минской земле. Мы потомки победителей и освободителей. И адепт русского мира, это человек, чтящий героическую историю единого отечества, единого народа. И нам надо, вот здесь люфта быть не должно, простите. Должно быть четко, советский народ победил. И мы все защищали, защищали Москву, защищали единое отечество, защищали Кавказ. Все вместе защищали Брестскую крепость. Естественно, одну большую родину. Ну еще мы освободили те страны, ну это я так считаю, что освободили, я не знаю. От фашизма, конечно. Да, которым сочувствуют те, которые якобы потом в соцблоке очутились и бняги там с ума сходили. И сегодня они, вот эти вот полигории политики там, они преступники по сути. Потому что они умышленно идут с агрессией и бьют-то куда? Финансовый сектор, нефтепереработка и колейные удобрения. То, что нам дает валюту. У нас же есть кабальное соглашение, что мы не можем развиваться, кроме как за счет внешних кредитов. И они бьют четко в тот сектор, чтобы миллионам людей здесь стало хуже. Вы подумайте, они умышлены. То есть это преступление. Я с вами согласна. Здесь я согласна. Это дичь и она может быть плохо для них обернется. Это те же грабли, на которые они периодически позволяют себе наступать. Вы знаете, Виктория, все на самом деле, вот на мой взгляд, понимание того, что бумеранг прилетит, у них там очень серьезное. Понимание очень, особенно у тех, кто стоит наверху. Поэтому шанкции секторальные. Нет, нет, нет. И я просто вижу, что мы приближаемся к какой-то, скажу физически, да, точке бифуркации, к какому-то разрешению. Пока идут провокации, как вот по Черному морю, да, то есть провокации пробуют как-то там, да. И вот хорошо, что Беларусь с выходом к Минскому морю, да. Так бы и у нас тут плавали бы. Да, хорошо, что и нефти нет, говорят. Поэтому мы идем к какой-то разрядке однозначно, к какому-то переходу. Дай бог, чтобы он был максимально бескромным. Но я думаю, что осенью этого года что-то будет, какая-то подвижка должна произойти. Продолжим очень интересный наш разговор. Буквально через какое-то время вернемся снова в нашу студию. Напоминаю вам, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Скажи, не молчи». Пожалуйста, подписывайтесь, задавайте вопросы, предлагайте гостей в нашу студию. В эфире программа «Скажи, не молчи». И сегодня у нас в гостях общественный деятель Андрей Иванов. Давайте обсудим интересную тему. Как и вас, претендентов президента не зарегистрировали Бабарико, но недавно прокурора запросил 15 лет. Как вы оцениваете это решение прокурора? Вы знаете, мне трудно комментировать. Вот здесь написано, что в фактах совершенных преступлений, что полностью... Так, семеро из восьми фигурантов полностью признали свою вину, рассказали суда в известных фактах. То есть, трудно комментировать ту информацию, с которой ты не знаком. Я больше чем убежден, что на пустом месте дыма без огня быть не может быть. И, скорее всего, конечно же, фактология, которая вменяется в вину, она имеет место быть. Какой она глубины, какой она там, скажем так, сложности, трудно представить. Но то, что есть определенная связь вот этих вот событий 20-го года британа-американа-польско-литовской интервенции против Республики Беларусь. И, в общем-то, выход на авангардную такую вот линию определенных персоналей, в том числе экс-банкира, да, который, в общем-то, был, я так понимаю, и финансовый, и всячески информационный. Там же российский капитал, Андрей Аркадьевич. Какая литовская америка? Вы понимаете, мы почему говорили в первой части о периферии? В разных государствах существует периферия англосаксонского центра управления. И поэтому нам надо четко идентифицировать, о какой России мы говорим. И нельзя сопоставлять это с Россией трудовой, настоящей, той, о которой мы говорим о любом народе, да, которая живет с нами в унисон, с нашими, в общем-то, человеческими представлениями. Ну, а вот самая сложность заключается в том, как отделить одну Россию от второй России, как их различать. Это фильтр, который... Фильтр заключается в идеологии. В идеологии и в системе власти, которая эту идеологию оглашает и неуклонно ее внедряет. Вот смотрите, в чем сегодня слабость позиции? Мы говорим, через три года у всех будет 700-800 долларов. Да даже сейчас, если дать это всем мало, учитывая скорость роста цен и так далее. То есть это не может быть поводом для захвата духа народа, да, и его вовлеченности в построение такого царствия Божьего, да, я в кавычки ставлю здесь в этой ситуации. Необходима идея, которая будет затрагивать душу человека. И когда мы оглашаем такую идею, находим для нее правильную лексику, и через время понимаем, что эта идея воплощается, возникает сакрализация власти. Мы начинаем ей доверять. И на всякое действие, которое делает нашу жизнь легче, мы испытываем чувство любви. От этого растет духовное поле народа. Только так оно работает. Вы изучили идеи Бабарика, скажем, что он предлагал? Вам интересно было его программа посмотреть? Вы знаете, ну, в моем понимании очень слабо все. В моем понимании все очень слабо. Но, тем не менее, у него был так быстро, он собрал. Ну, ресурсы он собрал. Вы поймите, что есть эмоциональная ситуация, которая делает хайп, и очень четко, умело используя все информационные и финансовые возможности. И есть смысловая составляющая. Кстати, протесты переживали то же самое две стадии. Обратите внимание, сначала хайп, то есть раскачка эмоций, вышли на пик, да. Потом происходит, определенное время проходит, происходит спад и идет переосмысление, в том числе у многих тех, кто там был. Я же с некоторыми уже общался, вы понимаете. Когда сейчас информация стала выходить наиболее плотно, да, и начали анализировать, какие могли быть последствия событий, да, очень многие находятся, извините меня, в легком потрясении. В легком потрясении и недоумении, как они тогда поддались. Но я не оправдываю, я подчеркиваю, не бывает виноватой только одна сторона, которая намеренно выводила людей и работала на это. Бывает и другая сторона, и в данном случае она тоже есть. Это конкретно властная работа, которая должна была на, не знаю, на дальних подступах видеть, выявлять факторы, что молодежь перехватывается, что идет отторжение от нас, от единой цивилизации. То есть звучит русофобия, возникает какая-то там глубинная работа Речи Посполитой. Надо было все вот это вскрывать и бороться. И тогда сейчас бы мы не видели детей, которые, понимаете, в 18 лет стоят, а мне неинтересно Россия. Прости, ты историю знаешь вообще, что мы одно отечество, что мы отстояли себя только благодаря тому, что были вместе, в крепости были все национальности. И он уже это не ценит, вы понимаете. Вот результат. И поэтому протесты. А мы говорим, вот там кто-то там деньги вложил. Да, вложили? Вы сами только что признали, что эмоциональный фон очень важен. То есть не обязательно быть там каким-нибудь завербованным агентом, ну, чтобы поддерживать те или иные идеи, правильно? Но вы говорите, что нужно сформулировать не только там по 500, по 700, по 800. Ну, так если так все просто, почему не сформулировано? Вы меня спрашиваете, почему не сформулировано? Да. Так это не меня, это надо тех, кто за это отвечает. У нас, смотрите, у нас в стране существует огромный корпус целый, да, идеологов. Хорошо, вы, Андрей Аркадьевич, сформулировали? Для себя? Конечно. У нас идея справедливости единственная, которая может быть для нас интересной. Знаете, что она вся включает? Это отсутствие эксплуатации человека-человеком. Мы, кстати, опыт раннего СССР, Конституции 36-го... Я только что хотела сказать, что где-то уже это слышала. Да, вместо Советского рентства. Это образ есть, когда мы промышленность подняли в 14 раз, простите, условия были тогда. Люди в землянках некоторые жили, которые занимались тогда по 2-3 нормы. Надо вспомнить, что мы выходили из разрухи, из карточной системы, если кто-то забыл. Ну, общество строилось по иным принципам совершенно. Люди были готовы умирать и в землянках жить, понимаете? Нынешнее, вот к чему мой следующий вопрос, общество. У вас у самого шесть родителей. Дорогая Елена, значит, скажите, пожалуйста, результат психологической готовности человека к преодолению – это результат чего? Ну, идеологии в том числе. Это результат воспитания, в том числе не только школьного. Семейного. Это результат примера отца и матери. Это общее информационное поле, которое дает героику, которое мальчиков воспитывает как мальчиков, девочек как девочек. И на этом отличие возникает притяжение и любовь. Ну, сейчас, понимаете, сколько споров, да, про, в частности, ужасный фильм «Зоя», да, про то, что там человек, людей учили умирать. Этого не понимают современные продюсеры, там, и кинематографисты. То есть, реально было, ну, это все, вот там, отдай свое сердце, чтобы вечно горело. Это было на уровне, на подсознании у советского человека. Ментальность была иная. Чего мы хотим сейчас от людей, которые, вот, ну, которым 18? Если мы им говорим «Я за справедливость», ну, это, ну, это не очень рабочая положение. Я еще раз объяснил вам, что человек может находиться в разной форме подавления, в том числе и экономического подавления. Когда люди, вы знаете, у нас очень, у нас большинство в кредитах сейчас, большинство. Это вообще во всем мире. Многие сводят под кредитно-финансовую систему. Это один из ключевых инструментов, о котором говорил когда-то барон Ротшильд. Он говорил «Дайте мне управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто создает ее закон». Вы понимаете? То есть мы должны понимать, какими инструментами реализуется эксплуатация людей. И когда мы ее убираем, начинаем снимать один, второй, третий, четвертый инструмент, людям начинает легче жить. У них больше денег, простой пример, больше денег остается до следующей зарплаты. И они могут купить или поехать куда-то отдохнуть, что-то новое, и куда-то поехать отдохнуть. Простыми критериями можно это измерить, если уже не вдаваться в подробности. Вот этого сегодня нет. Наоборот, вводятся косвенные налоги. Вот смотрите, сегодня, кстати, снова поднялся бензин. Слушайте, ну когда вводилась ставка рефинансирования, люди разбогатились, успокоились. Нет, просто я понимаю, о чем говорит Андрей Анатольевич, но у меня это сразу тоже возражение. Я про ставку рефинансирования могу рассказать отдельно. Это способ, это ключевой генератор инфляции. Вот люди немножко подняли голову, смогли поехать в отпуск, смогли там что-то сделать. А появился такой класс в Беларуси, который смог не только в отпуск поехать, но еще и задуматься, а не поменять ли нам власть. А Андрей Анатольевич предлагает их брать тем, что он им говорит, я за справедливость. Но они не возьмутся на этот лог. Значит, я подчеркиваю, то, что мы сегодня имеем результат, который имеем, то, что у нас сегодня есть люди, которые чувствуют свою возможность влиять на ситуацию в стране, и они обладают нравственностью, далекой от того, чтобы служить общему благу, это результат намеренной управляемой работы. Это результат переформатирования мировоззрения. Смыслов, вот где, кстати, главная борьба. Вот смотрите, сейчас война не танков, война не самолетов. Это важно, это все важно, и надо быть способным защитить. Вот мы видели, эсминец вошел, да, подлетели, значит, по маршруту побомбили, стало понятно, что третий попадет в них, да, и они уплыли. То есть это важно. Но самое ценное, что сейчас война именно смыслов. То есть как мы собираемся построить жизнь. Ну вот поэтому я у вас и спрашиваю, как. Потому что... Я еще раз, я привел уже даже конкретные примеры, что справедливость, она предметно конкретна. И я раскрыл ее смысл в том, что мы снимаем все механизмы эксплуатации людей. Смотрите, у нас социально ориентированное государство было все эти последние годы. Тем не менее, недовольство... Тем не менее, мы с 2000, приблизительно, с 2008 года приблизительно мы все стагнируем и стагнируем и стагнируем. И уровень жизни действительно снижается и снижается. И сейчас, вот обратите внимание, если мы берем базу при эскуранты, это вот, допустим, электроэнергия, бензин, тепло, там, аренда и так далее. У нас же на все ценник, на энергоносители ценник растет, да. На аренду, несмотря на то, что спрос вроде как упал, все равно ценник на нее держится. Это все ложится в себестоимость. То есть мы, вероятно, предопределенно говорим, что вся макроэкономическая система будет дорожать. У людей, скажите, пожалуйста, от этого добавляется вера в завтрашний день и вера в то, что те, кто управляет, сегодня они могут полностью доверять? Я думаю, что нет. А вообще сегодня есть страна, которая бы расслабиться могла в условиях постковидного кризиса? Да нет, наверное, я просто, понимаешь, я в чем согласна с Андреем Аркадьевичем, что действительно ментальность за 30 лет настолько поменялась, что у нас, как бы, вот, ну, воспитывать индивидуальность, эгоист. Если раньше это была общность, то теперь... Вы знаете, это и есть вариативность культуры. Да. И в определенных культурологических кодах мы формируем одного человека, почему вы привели пример прошлого века, да, когда мы говорили о том, как люди строили и поднимали экономику. Потом мы можем переформатировать культуру и показать красивую жизнь, то, что сегодня любой сериал включите, чему он учит. И мы формируем другую линию поведения. Я просто, почему, вот, Вике говорю, опять же, и вам в том числе, что этот человек отвечает сам за себя. Он эгоист, он, ну, нас же учили, как, в 1996 году, будь успешным сегодня, а не завтра, любыми судьбами, там, будь, ну, как бы, мы сейчас все немножко, как бы, на успехе... Он индивидуалист и частник, он говорит, мне не нужно государство, мне не нужны ваши управляющие схемы, понимаешь, чем с общностью людей. Значит, кадровая политика государственности должна не позволять уходить, проходить на управленческие позиции людям с такой нравственностью. Потому что они опасны для целостности государства, понимаете? И вы пример привели, что такие люди, оказавшись где-то на рычагах влияния, вдруг, как спящие, проснулись и начали пытаться работать на слом государственности. Сделать благо, опять же, для кого? Для народа? Да нет, для себя. Ну, конечно, нет. Поэтому я вас и спросила, вы изучали программы, какая у вас программа? Это и есть слабость кадровой политики государства. Программа очень простая. Сейчас вы зарегистрировали партию за отечество. Мы в стадии регистрации. В стадии регистрации, да. Программа очень простая. Социальная справедливость. Вот на уровне там, еще когда выдвигался Андрей Алькадьевич депутат и в парламент, там было такое, что привести зарплаты в соответствие с тем, с ценами на полках. То есть это как, ну, как лозунг звучит просто гениально. Но в реальности хочется понять механизмы, как это сделается. Поэтому человек, который привык в своем индивидуальности, своей никому не доверять, думает, ага, ну, конечно, сейчас. То есть людям-то нет дела до того, у кого какая зарплата. Главное, дело до себя, понимаете? Обратите внимание. Мы, опять же, говорим о том, что людям нет дела. И единственное, что можно ответить на это высказывание. Сегодня для того, чтобы жить счастливо, невозможно остаться в своем огороде. Понимаете? Это первое. Второе. Невозможно жить, не размышляя, что тебе мешает, а что тебе помогает это счастье добыть. И невозможно не осознать, что только сообща, вспомошествуя друг другу, мы можем этого достичь. Вот это сегодня должно стать трендом информационного кода. Так я же говорю, вспомошествуя. А если мы все сидим по своим, извините, каморкам и думаем, ага. Результат, Елена. Результат информационной политики. Результат идеологического воспитания. Провал идеологической работы, понимаете? Если вы называете частью программы «Привести зарплаты в соответствии с ценами», это тоже популизм. Извините, Андрей Аркадьевич. Значит, мы под это раскрываем четкий механизм. Кстати, используем опыт раннего СССР. Изучили его. Изучили трехконтурную систему денежного обращения. Изучили закрепление законодательно всех составляющих энерготарифов. То есть, зачем и как это все делается? То есть, чтобы убрать механизмы генерации инфляции. Банки вы убираете? Что вы с ними делаете? Да казначейства могут быть. Могут быть распределительные центры, понимаете? Сегодня вообще, вот смотрите, дорога, по которой мы везем произведенную продукцию. Потом полки гипермаркета. Смотрите, дороги стали платными. Полки гипермаркета берут свою маржу. Что получается? Производитель, который должен передать продукт, он должен по бесприбыльной инфраструктуре, так скажу, доставить его до... То есть, это всего инфраструктура. Это не центры прибыли. Вот мы сегодня на прибыли просто повернулись, вообще завернулись. Вы понимаете, у нас не человек в основе. Если у нас цель прогресса человека, у нас, кстати, написано в стратегии долгосрочного развития Республики Беларусь, национальная стратегия устойчивого развития до 2035 года. Там написано «Цель прогресса человек». Друзья мои, там не написано «Цель прогресса прибыль». Ну, нет такого. То есть, соответственно, мы должны взять человека, предметно, конкретно описать, какой мы видим образ человека здорового, нравственного, социально-общественно полезного. То есть, кого мы воспитываем, кого мы хотим получить. И после этого мы прописываем все необходимые составляющие во всех социальных институтах, как они должны работать. Согласованно. Если сегодня рак, лебедь и щука, или мы не понимаем, куда мы идем, мы никуда не придем. Мы будем объектами управления в руках внешних субъектов. Слушайте, ну а как это сделать, согласовать все действия? Есть просто теория у Андрея Аркадьевича. У Андрея Аркадьевича есть ответ. Дело в том, что все процессы, без исключения, все процессы управляемы. Наша задача сегодня четко сформулировать, с учетом приоритетности, нам необходимо сформулировать вектор целей, то есть измеримые позиции, которые мы планируем достичь. Предусмотреть план, предусмотреть ресурсы. И самое важное, предусмотреть подготовку управленческого корпуса, поскольку это основной труд для любой социальной системы. Если готовы управленцы, причем на основании чего их готовить? На основании правильной теории. От этого, кстати, возник мой проект антименеджмента. Вот я и говорю как раз о проекте антименеджмент. Это касается того, что западные ценности как прибыль, конкуренция нам чужды как цивилизации. Есть северная система управления, которую вы продвигаете. Если можно кратко, я понимаю, об этом можно говорить часами, и вы об этом и говорите, рассказываете много у вас поклонников. В чем главное отличие? Не прибыль, конкуренция, а что тогда? Главное, понимаете как, вот я постараюсь действительно выложить все в три предложения. Человек, который родился на Руси, Белая Русь, Великая Русь, неважно, наш русско-славянский человек, он очень благодарный. И мы действительно откликаемся на добрый посыл. Вот почему я сказал вначале, спасибо вам за вопрос о переезжающем добротолюбии. И находясь в системе, в которой люди рассматриваются не как ресурс, кстати, Запад это human resource, HR, да, то есть у них, а именно как потенциал, попадающий в среду, в которой он получает добросовестную поддержку, без задних мыслей, как говорится, таких же людей, он работает у нас с тройной отдачей. И когда он понимает, что его результаты сказываются на его, ну, скажем так, повышении жизненного уровня, а не так, что у нас эксплуатация в чем заключается, это так называемый децельный коэффициент, вот если брать корпоративную среду, то есть самый низкооплачиваемый работник, ну, допустим, охранник на шлагбауме, к примеру, я говорю, да, и самый высокооплачивый, берем топ-менеджер, который является он же акционер компании. Если у нас разница между вот этими доходами 3-5 раз, 3-5 раз, это считается справедливо, потому что мера ответственности, соответствующая уровень нагрузки и так далее, да, если же у нас тысячи раз, а если миллион раз, ну, слушайте, ну, о чем говорить, то есть это и есть эксплуатация, поэтому мы, первое, что мы раскрыли систему распределения финансовую, которую необходимо выразить в определенной системе грейдирования, второе, мы показали, что только лишь создавая внутренне напряженную среду, то есть работая с состоянием человека, наш человек, который понимает, что он может получить даже помощь в неработающих вопросах, при этом я хочу сказать, что это требовательная система, не так, что, знаете как, я пришел, вы мне только дайте, а я, может быть, тогда поработаю, нет, 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 четкая административная вертикаль, четкая система администрирования, исполнения планов, но при этом есть возможность, если ты на уровне собственной ответственности готов работать в режиме самоуправления, тебе для этого создаются все условия, максимальная производительность любой системы, в том числе госуправления, возможно только в одном случае, когда мы сопрягаем систему жесткой административной вертикали, а здесь, я так понимаю, у нас полный порядок, и системы самоуправления на местах, а вот здесь у нас полный провал, вы понимаете, уже все ждут наверху, когда скажут сверху, все, мы встали, понимаете? Иногда принятие решения зависит от каких-то миллионов факторов. И знаете, фактор действует, человек должен на месте, ну, представляете, если бы каждый пулеметчик согласовывал бы там через пять окопов стрелять ему или не стрелять. Это понятно. На сегодняшний день, то есть вот в этом проблема, самое главное, то есть то, что вы рассказали, оно в принципе ложится в существующую модель управления. Существующей модели управления этого нет? Нет, векторность есть, плановая экономика есть, ну, то, что вы перечисляете, решение на местах полного... В западной системе нет самоуправления. Нет, я про нас рассказываю. Смотрите, речь идет, не путайте просто план в отдельной отрасли с планом государства, комплексный вектор социально-экономического развития, вектор целей. То есть мы рассматриваем государство как суперконцерн. Это, кстати, секрет разного СССР. То есть все работали в одном направлении. Мы учили это, по сути дела, все страны потом межотраслевому балансу, А вот изменники Родины, они тоже укладываются в это? Изменники Родины. Мы как будем поступать с теми, кто против нас? Помните, как в советское время поступали с нерадивыми? По-разному. Брали на поруки. Брали на поруки. Кстати, смотрите, Антон Семенович Макаренко, я считаю, это первый управленец. У любого управленца должна лежать его педагогическая поэма на столе. Как и наука побеждать Суворова. Потому что вот они, управленческие книги. Когда у него 350 рецидивистов, слушайте, 5 женщин-воспитателей, и один маленький, вот этот Антон Семенович Макаренко. И он растел личностей. Вы понимаете? Вот как надо. То есть любой человек, он переформатируется. И у нас наработан колоссальный опыт в этом. Мы отпустили это все. Нам нужно восстановить. Сколько вашим старшим детям? Старшим и младшим? Старшей дочке 20... Так, все и 21 год, да? 22 года старшей. Да, младшему 8 лет. Как она относится к вашим концепциям? Вы знаете, дети вообще старшие, особенно, они больше со мной провели в разных аудиториях, больше слышали меня со стороны. Они меня, конечно же, поддерживают больше. Они как бы душой с папой. Вот душой с папой. А младшие? Младшие пока еще играют, растут. Понимаете, ребенку нужно дать счастливое детство. И ему нужно дать место, в которое подрастая, вырастая, он будет как пример использовать, что вот это чувство любви, вот этой бесконечной, безусловной перенаполненности этим чувством, он только тогда сможет его дарить кому-то другому. У нас сегодня вся проблема в том, что многие и женщины, и мужчины разучились это чувство генерировать. И прежде всего, безусловных своим детям. И тогда мы не даем примера, и мы говорим, надо же, хамят в этом самом, в общественном транспорте, или где-то на улице, люди ведут себя, посмотрите как. Да потому что недолюбленность. И нам надо сегодня это тоже исправлять. Это ключевой сегодня социальный институт, семья, где у нас очень серьезный провал. Вы знаете прекрасно, что у нас минус 26 тысяч за 2020 год. Но половина Балкан нет в результате тоже проводимых там в этих странах Балкан, например. Есть в экономист журнал, я читала, что половины страны населения уже тоже нет за последние 20 лет. Так, не, мы скажите, пожалуйста, мы должны ориентироваться на еще более... Нет, нет, я к тому, что мы должны сравнивать, что где как происходит. Виктория, мы должны не сравнивать, что где происходит. Это у нас статистика, и действительно, всего лишь для аналитики. Мы должны разрабатывать свою концепцию выявления проблем общества и разрабатывать концепцию решения этих проблем. Если мы видим, что у нас вымирает народ, мы для кого создаем будущее государство? Для кого строим дороги? Если мы видим, что у нас он вымирает, мы объявляем политику третьего ребенка и квартиру и так далее. У нас были специалисты в этой отрасли, они тоже признают, что есть, конечно, минус, но есть и много... Значит, вы понимаете, я как многодетный отец, и как человек, который очень много общается с людьми, у которых проблемы с семьями, с детьми и так далее. Вот я сейчас буду выступать тоже по этой тематике, лечу. Я могу вам сказать, что желание иметь большую семью вообще не связано с материальным достатком. Вообще! И вам в этом вопросе можно ввести. Это проблема культурного развития. Если вы понимаете, что ваша живучесть, живучесть вашего рода определяется тем, насколько вы решились в своей жизни к этому действию, то вам воздух помогать начинает. Но сегодня большинство, как мне говорят, ну вы знаете, Андрей Аркадьевич, мы вот, мы подождем, мы подождем. Мы, говорит, вот сейчас подождем, вот у нас будет, значит, квартира, потом будет, потом мы съездим, отдохнем, потом мы вернемся, говорю, а потом вы выйдете на пенсию, я вам так обычно говорю. То есть всегда нужно наступать на жизнь, я молодежи говорю, наступайте на жизнь и вспоминайте пословицы. Будет зайка, будет и лужайка, дал бог роток, даст и хлеба кусок. Вот это нужно закладывать как смыслы и воспитывать волевой ресурс и трудолюбие не терять. И все получится. Сейчас мы еще вернемся к этому разговору, поговорим о проблемах в нашем обществе. Напоминаю вам, что у нас есть телеграм-канал, который называется «Скажи, не молчи». Там можно смотреть фрагменты наших программ, задавать вопросы и предлагать гостей в нашу студию. Я считаю, что порядок в окружающем мире – это порядок в мыслях. То есть у нас прекрасный задел, прекрасная наработка для того, чтобы стартовать в будущее и стартовать по-человечески. Поэтому надо это использовать. В эфире программа «Скажи, не молчи» и наш гость сегодня – общественный деятель Андрей Иванов. Андрей Викторович, очень хочется побольше с тем с вами обсудить. В виде блица такого небольшого поговорим о самых актуальных проблемах в нашем обществе. Я буду предполагать, мы с Викой будем предполагать, а вы будете соглашаться или опровергать. Одна из главных проблем, на мой взгляд, – это культа денег. Это культурная проблема. Это проблема, я уже говорил о вариативности культуры и отсутствия собственного пути развития. Существует вообще в пределе два пути. Один путь – это куда нас сейчас движут. Это действительно и культ денег, и культ разврата, и культ насилия. То есть вот все, что мы сейчас видим, вот посмотрите, в информационном поле, это как раз и есть культ, скажем так, той культурологической матрицы, которая проявляет в человеческих существах, в человеческом линии поведения худшие качества. К сожалению, это так. И если у человека нет защиты в своей семье, своего собственного нравственного стержня, своего примера достойного, это может быть нравственный образ учителя, это может быть образ брата или сестры, родителей, отца или матери, дедушки и бабушки, кого угодно. Почему сегодня такой удар в семью наносится? Поэтому я считаю, что культ денег – это всего лишь одна из галочек, скажем так, в общей матрице расчеловечивания. Мне очень понравилось, как вы сказали, прибыли, с ума сошли мы на этих прибылях. Я бы даже добавила, что на сверхприбылях многие сошли с ума. Вы знаете, система-то должна быть замкнута. Если где-то прибыло, где-то убло. И, соответственно, должен работать механизм распределения. Почему государственность может работать только сообща, никак не иначе? Не может быть конкуренции между отраслями, вы понимаете? Меня пугает, понимаете, отсутствие выбора такого, что у тебя должны быть деньги в любом случае, любым способом, любыми судьбами. Чем их у тебя больше, тем лучше. Давай по головам. Ну, как бы мне казалось, что это… Елена, это суть либерально-буржуазной модели. Как бы сказать, ваша востребованность в этой модели, она определяется размером вашего кошелька. Ну, или количеством денег на банковской карте. Если вы имеете сумму, хорошую, а лучше больше, у вас больше прав и свобод. Если у вас меньше, ну, извините, свобод меньше. То есть вы понимаете, как это все? До какого примитивизма нас… Ну, это старый американский мем. Если ты такой умный, почему у тебя так мало денег? Они именно на монетарную систему завязали, на толпу элитарную, и равняйся на тех, кто добыл миллионы, неважно каким путем. Кстати, среди невероятных до сих пор проскальзывают люди, которые мне указывают на то, что я ничего не достигла, если у меня нет яхты. Ну, это так, к слову, да, что я достигла в этой жизни. Вот это реальная нравственность тех, кто вам так делал. Одна из еще проблем серьезных, о которых вы эмоционально нам рассказываете, это неполные семьи. Да? Да, это беда. Это беда, и я, кстати, очень рад, что с 1 сентября у нас возвращают военруков в школу. У нас сегодня очень много отставников, достойных мужчин, которые прошли в том числе и горячие точки, имеют действительно стержни, хорошо воспитанные офицеры настоящие, которые могут передать мальчикам чувство такого вот мужского. Андрей Аркадьевич, простите, пожалуйста, а вы представляете, какой вой поднимется, когда этот военрук, будучи, ну, как мы предполагаем, воспитывать мальчиком, будучи, ну, отличаться от учителей, которые мы в этой системе сегодня имеем, да, которая, ну, безвольная, да, послушная, которой должны слушаться и родители, и администрацию. Сколько будет либеральных претензий к нему? Там так не посмотрел, то не там, там дотронулся, там не то сказал. Понимаете, какие люди, ну, должны быть там стойкие на этих позициях? Мы наберем столько военруков-то? Сегодня, я почему сказал в нашей предыдущей части, что сегодня для того, чтобы нам всем жить счастливо, это придется сделать включение каждого. И от того, насколько мы, как родители, чьи дети еще в школах, да, будем помогать и подсказывать, что так правильно защищать авторитет учителя, сегодня его низвели просто ниже плинтуса, слушайте, ответственности и обязанности убрали, и исчезло воспитание ответственности и обязанностей. Права появляются там, где есть свобода ответственности. Когда человек свободен в своей ответственности, и он на любую ситуацию прежде всего подумает, это уместно, это возможно или невозможно, вот тогда возможны права. Во всех остальных случаях это хаос, это раздрай, понимаете? Поэтому появление мужчин в школах, как можно большего, сейчас крайне необходимо, неполные семьи, от чего и страдают. У нас сегодня очень много, сегодня женщины, что говорят мне на семинарах? Они говорят, Андрей Каевич, нет мужчин, ну нет мужчин, понимаете? Ну потому что мужская алгоритмика, это идешь на опасность, встаешь впереди. Кто погибал этих 30 миллионов чудовищной цены, что мы заплатили? Кто поднимался на пулемет? Помните фотографии комиссара с поднятым пистолетом? Он погиб через 5 секунд. Воздух наполнен смертельным свинцом, а тебе нужно вылезти из окопа еще кричать, бегите за мной, да, вперед, там, ура, и так далее. Это миллионы людей делали вот такое несколько раз в день. Мы можем себе вообще представить сегодня, что это такое, что это за перенапряжение? Откуда? Мужское начало. Сегодня нам необходимо использовать самые современные методики, они есть у нас, и советские, и новейшие методики. И их надо сегодня... Методики созидать мужское начало? Методики, которые позволяют обеспечить нормальное психофизиологическое, психоэмоциональное становление мальчика в школе и девочки в школе, да. Ну, мужчине в школе, если он кормит семью, нужно еще и платить хорошо, чтобы он там работал. Обязательно. Учитель в школе должен получать на уровне директора IT-компании. Курс на индивидуальность и воспитание здорового эгоизма, да, наверное, сюда. Да, какое-то время назад был такой курс на то, что вы все индивидуальности, вы все не совки, вы все, ну... Ну и что мы получили, вот давайте проанализируем. Вот все, что мы с вами в первой части, вот мы это и получили, вот всем спасибо. Понимаете как? Мы северная цивилизация, вернусь, Беларусь, Россия, Украина в том числе, мы северная цивилизация. У нас, значит, есть такое понятие, вообще вот бомжи на улицах, да, слава богу, у нас практически не видно, да, но вот езжу по российским городам, сердце замирает иногда. И главное, что дети уже к этому привыкают, то есть как к норме. У нас не может быть брошенным человек, у нас всегда он чей-то, у нас вообще нету брошенных людей. Ну, в том, что сопереживание есть, да. Это когда важны все. Вот смотрите, кстати, какая подмена вот этой русской на англосаксонскую матрицу. Нам говорят, вы не индивидуалисты, вы коллективисты. И мы говорим, да, и хлопаем ладоши. Мы не коллективисты, мы общинники. А в чем разница, знаете, между коллективом и общиной? В том, что... В общине все свое. Нет, в коллективе как? Значит, Мария Ивановна, если вы подготовите к этой Олимпиаде в своем классе учеников, и они займут места лауреатов, вы получите там 200 рублей к окладу. Что Мария Ивановна сделает в коллективе? Она знает, что Светочка, Костя и, значит, там, Ниночка, они хорошо владеют физикой. Вот я их и буду натаскивать. Потому что есть интерес, понимаете? И мы в итоге опять расслаиваем общество. Абсолютное большинство скатывается туда, куда скатывается, и только часть движется наверх. То есть мы закладываем мину сейчас замедленного действия. А должно быть наоборот. Община в чем заключается? В том, что мы тянем всех. Вот этот Макаренко, о котором я говорил. Мы тянем всех. И у нас брали нерадимых, брали на поруки. У нас нету лишних людей. У нас все друг за друга отвечают. То есть по методике Макаренко будете тащить вверх? На самом деле методик у нас очень много. Возьмите методику Сухомлинского, Ушинского, методику Базарного, пожалуйста. Кстати, они опробираны у нас, научно опробираны в наших школах. Я удивляюсь, почему они не внедряются. Все не заключаются в том, что на эмпатии построены. Я понимаю, но я не удивляюсь, почему они не внедряются в школах. Потому что от слов Макаренко, как Радищев, понимаешь, сводят зубы. Люди уже в ТикТоке, дети. Учителя пытаются к ним внедриться туда, в их уже среду, где они находятся. Скажите, пожалуйста, почему владельцы Яхо, Гугл, Бамбу, почему они, и, кстати, это есть в интернете, можете посмотреть, почему они учат своих детей исключительно за меловыми досками, меловая доска, за деревянными партами, за каллиграфическим письмом на бумаге. Согласна, да. Ну и почему владельцы социальных сетей не допускают своих детей в социальные сети сюда же? Белгейц можем привести до 14 лет, вообще его сын не знал, что такое смартфон. То есть вы понимаете, я вам так скажу, что мы должны просто понимать, что есть классическая, проверенная временем, скажем так, дорога, по которой нужно провести ребенка вот с такого возраста, и он сформируется в творчески развитую личность. Если мы начинаем оттуда забирать элементы, ссылаясь, как вы правильно сказали, на современность ТикТока, там, значит, сегодня, понимаете, никто не мечтает стать космонавтом, сегодня мечтает стать ютуберами, блогерами, тиктокерами. Потому что быстрые деньги и сам по себе. А потому что индивидуальность, то, что вы сказали. Я для себя, все, мы умрем так, понимаете, нам нужно эту ситуацию менять. То есть концептуально мы должны изменить направление от того, куда мы сейчас идем, иначе мы рискуем оказаться там, куда идем. Это очень, я вас понимаю прекрасно, и это очень легко сказать, но это катастрофически сложно сделать. Вы сами преподавателем, будучи в БГУ, говорили в одном интервью, что вас пугало, когда приносят дипломы на уровне курсовой работы, если там не контрольной, обычной. То есть вы, будучи в системе, не могли с этим справиться. Мы с Викторией тоже иной раз обсуждаем дипломы после журфака БГУ, и говорим, я говорю, Вика, о чем это? Это о том, как статью написать? Ну, вот какой-то примитив, понимаете. Но вы же были в системе, не смогли противостоять. Почему? Потому что нас мало пока. Я думаю, что, ну, во-первых, это было в тот период, когда я, скорее всего, набирался опыта, чтобы мне лучше распознавать, вот что происходит, и впоследствии, как сейчас, да, уже понимать аргументированно, вести беседу, ну, на любом уровне, да, чтобы понимать, и у меня была фактура, фактология. Тогда со своей стороны, преподавая свой предмет, я старался сделать это максимально самоотверженно, ну, для того, чтобы дать пользу тем детям, которые учились у меня. Это вот то, что я мог сделать на своем месте. То, что касается системы, которая была надо мной, естественно, вы не можете изменить. Это как матрешка. Если вы внутри, то что сверху, то и внутри, да. То есть, если наверху порядок не навести, поэтому концептуально нам нужна вообще полная госпрограмма, которая выбирает концепцию очеловечивания общества. Концепцию, значит, вот этого, скажем так, семейного лада, концепцию нравственно обусловленной культуры в СМИ прежде всего, да. То есть, нам необходима просто формулировка вот этой матрицы смыслов и разработка госпрограммы, и перестроение всех социальных институтов на эту работу, и, конечно, формирование управленческого корпуса. Это системная и очень длительная работа. Мы сейчас за поколение это не пройдем. Но именно на нашем поколении, старшем поколении, лежит сейчас ответственность. Потому что мы понимаем, у нас есть, как сравнить два мира. Дети, они не виноваты, они смотрят на этот мир. У них вот какие картинки мы допустили, да. Мы допускаем там появление разврата на экране. Они это воспринимают безусловно. Если там папа-мама сказала, плохо, не смотри, там, отключись, там. А многим же не говорят. Раз это допускается, значит, это нормально. Поэтому сегодня угрозы внутри самого общества. И нам надо здесь расправляться. Здесь вот я полностью с вами согласна. Спасибо вам большое, Андрей Аркадьевич. Был очень интересный разговор. Я надеюсь, что мы увидимся еще раз. И надеюсь, что вашу партию за отечество зарегистрируют обязательно. И вы сможете, вы получите большую аудиторию. Как правило, в нашей программе финальное слово остается за гостем. Поэтому мы, Виктория Попова и Леонид Лескова, прощаемся с вами до следующего эфира. Всего доброго. А сейчас, говорит, общественный деятель Андрей Иванов. Дорогие друзья, мы сейчас находимся действительно в уникальном историческом моменте. Я бы сказал, окне возможностей, в которые нужно нам правильно вырулить. Вырулить так, чтобы все те события, которые мы переживали до этого момента, которые казались нам плохими, ненужными, деструктивными, чтобы они изжили себя, и мы вошли в новый светлый мир. Это не усилие отдельного чиновника, это не усилие отдельного руководителя. Это усилие всех. Поэтому я желаю всем нам действовать осознанно и сообщая, и все у нас получится.